Доброе утро, уважаемые трейдеры! 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 И вера и убежденность у трейдеров в том, что нефть будет снижаться! Есть еще и покупатели, которые высасывают просто из пальца тот фундамент, который присутствует, ища в нем поддержки, разумеется, для своих инвестиционных идей. Но для рынка нефти, для столь важного сырьевого актива, друзья, вы должны точно и четко понимать, что нужно руководствоваться долгосрочным подходом. И именно этим долгосрочным подходом руководствуемся, собственно, и мы каждый раз, когда оцениваем фундамент. Собственно, причина вчерашнего роста. Есть идея, что рынок с несколько отложенным эффектом реагировал на статистику по запасам нефти, которая была опубликована в среду. Вы помните, что запасы снизились на 7,6 миллиона. Действительно, если вспомнить, когда последний раз мы увидели подобные цифры, это было примерно 8-9 месяцев назад, может быть, даже 10, то есть очень давно. Но в этом показателе не нужно искать вот эти исторические прецеденты, когда в последний раз это не имеет никакого значения, друзья. Особенно сейчас, когда мы говорим с вами про сезон традиционного полученного спроса даже на внутреннем рынке на сырье. И, разумеется, в этот сезон показатели запасового должны сокращаться. Более важным у нас является статистика, более важная, это статистика по объему добычи, потому что именно рост дополнительных предложений со стороны регионов, не участвующих в сделке ОПЕК, это наше все сейчас в плане идеи, почему не нужно продавать. Потому что этого роста настолько сейчас достаточно, чтобы торговать в целом, что мы уже давно поставили крест на сделке ОПЕК и не верим в какую-то эффективность и результативность самого энергетического пакта. Собственно, друзья, фактор номер один для поддержки идеи, это то, что трейдеры решили все-таки поторговать через рост статистики по снижению запасов. Второй момент – это данные, анализы тех цифр, которые были представлены Международно-Министическим агентством. Трейдеры обратили внимание на прогноз, пересмотренный от Международно-Министического агентства, то, что спрос будет увеличиваться. Но я еще раз напоминаю, друзья, то, что нужно все-таки оценивать сырьевой рынок сразу в двух плоскостей, не только обращая внимание на то, что спрос будет увеличиваться по мере роста мировой экономики. Но это, разумеется, так, иначе и быть не может. Нужно смотреть на предложение. А вот здесь уже сразу всплывает масса негативных моментов. Они заключаются в том, что даже цифры указывают нам на наличие и продолжение актуальности, собственно, проблемы сверхпроизводства. Предложение в июне со стороны только ОПЕК выросло на 340 тысяч. То есть ОПЕК в рамках показателей внутреннего производства перевалил за тот ориентир, за который они не должны были, собственно, перевалить. Потому что, собственно, возвращаясь к сделке энергетического факта конца прошлого года, мы помним то, что ОПЕК старался закрепить производство на планке ниже 32,5 миллионов. Сейчас, судя по цифрам добычи за прошлый месяц, конечно же, производство нефти уже превышает этот показатель. Всего за прошлый месяц совокупными усилиями производство было увеличено на 720 тысяч, да, 97-46 миллионов. Это выше, чем есть на текущий момент, собственно, спрос. И Международное агентство, еще раз проанализировав действия и показатели добычи участников Международного соглашения по увеличению производства, пришло к выводу, что сейчас стороны менее старательны в исполнении своих обязательств. Потому что, если двумя месяцами ранее мы с вами говорили о том, что сделка ОПЕК исполняется этими же регионами примерно на 95 или даже были предложения на 100%, то сейчас речь идет о 78%. Это, конечно же, мало. Скепсис должен расти просто в геометрической прогрессии, исходя из этих показателей, потому что они явно подчеркивают подрыв такого морального духа в рамках самих представителей стран нефтеэкспортеров ОПЕК, которые уже не верят в то, что их усилия могут привести к какой-то ребалансировке на рынке черного золка. Главная новость, друзья, с которой я спешу с вами поделиться, она заключается в том, что на рынке вчера появилась новость под грифом молния. То, что Нигерия, к которой обращались представители ОПЕК с целью и с просьбой, скажем так, будем сохранять, наверное, такую риторику, с просьбой присоединиться к сделке аналитического пакта отказалась это делать. Поэтому ОПЕК принял решение провести внеочередное экстренное заседание встречи мониторингового кабинета, которое состоится уже в следующий понедельник, 17 июля. Что касается позиций Нигерии, то понятно, что они отказались ехать в Москву на плановую встречу, которая должна пойти в конце этого месяца. И на самом деле их позиция не то, что была совсем категоричная. Нигерия отметила то, что они прекрасно понимают, в чем заключается подвох всей вот этой ситуации, прекрасно понимают, чем чреват рост предложений, в том числе и в этом государстве, для глобального рынка. Понимают то, что их участие могло бы вдохнуть, собственно, жизнь на рынок нефти и реанимировать какие-то позитивные ожидания того, что все-таки удастся всю эту систему реглантировать. Но Нигерия не может, к сожалению, поддержать пакт, поскольку есть у них ожидания, есть планы вернуться к прежним показателям нефтепроизводства, стабилизируют эти основные индикаторы. И только после того, как в стране будут достигнуты объемы добычи в 1,9 миллиона баррелей в сутки, вот тогда не готовы рассмотреть инициативу по ограничению производства. Чтобы вы понимали, сколько еще нефти может быть поставлено со стороны этого государства, сейчас в Нигерии добывается 1,65 миллиона. Это на самом деле еще даже, может быть, показатель, который не соответствует реальности. Считается то, что добывается уже чуть побольше. Но в целом мы видим то, что есть еще потенциал роста по добыче, есть планы. Мы понимаем то, что Нигерия крайне уязвима сейчас к любым соглашениям, ну, для благосостояния собственной экономики, любым соглашениям, предполагающим ограничение производства, поэтому, скорее всего, убедить их присоединиться к этому факту не удастся. Ливия, которая тоже держится особняком, вроде бы как дала зеленый свет на участие в этом соглашении. Но, судя по позиции, вот этой контрпозиции Нигерии, возможно, и Ливия тоже решит остаться вне действия, вне рамок вот этого политического пакта. В общем, эта внеочередная встреча пройдет совсем скоро, нам будет о чем поговорить на следующей неделе. Я надеюсь, друзья, то, что вы не забываете, что мы продолжаем работать с очень значительными показателями предложений. Мы продолжаем работать с констатацией серьезной проблемы самими представителями ОПЕК. И ОПЕК уже заявляли, что, возможно, проблему с перепроизводством удалось бы решить, если бы сейчас рынок нефти столкнулся с такой новостью, которая встряхнула бы его непременно, как внезапное дополнительное ограничение производства на 0,3 миллиона, то есть на 300 тысяч баррелей с дополнительным сокращением добычи еще примерно на 400 тысяч в начале 2018 года. Без этих мер нужно четко анализировать, в общем, работать с реальной фундаментальной картиной. Без этих мер вернуть котировки нефти на более высокие ценовые значения, ну, просто не удастся, потому что рынок нефти не может расти в состоянии крайнего перепроизводства. То есть мы возвращаемся с вами к явному подтверждению, что процесс реабилансировки, если и идет к какому-то прогрессу, то крайне медленно, и, судя по всему, проблема эта не решится ни до конца 2017 года, ни в 2018 году. То есть это формулировка, которую некоторое время назад использовало еще Международное этическое агентство. Поэтому я предлагаю вам присоединиться к прогнозу Goldman Sachs, которые ожидают то, что потенциал коррекции как для бренда, так и для WTI еще превышает 20-30%. Соответственно, мы можем смело верить то, что котировки бренда будут в ближайшее время тестировать поддержку 40 долларов за баррель. Российская валюта так и держится в районе 60, полностью копирует, в принципе, то, что происходит на рынке нефти. Все всплеска интереса к нефти является фактором локального спроса на рубль и, разумеется, обратная динамика провоцирует такой же откат. У нас ориентиры по рублю, как и раньше, это слабость против доллара и евро. Мы на них и продолжаем посмотреть. Доллар против японской иены. Котировки 113.40. Здесь тоже у нас качели, то потери, то рост. Ну, по сравнению с тем уровнем, который мы с вами констатировали в ходе прошлого брифинга, пара уже набрала около 50 пунктов. Хорошо, то, что доллар сейчас растет. Да, поддержка пришла в очередной раз со стороны блока макроэкономических данных. Вчера вышли отчеты по перечным заявкам на пособие по безработице. 247 250. Здесь, как вы помните, я надеюсь, что уже, как очень наш, как говорится, у вас есть понимание того, что показатель раздерживается ниже 250. Это несомненный прогресс. Это то, что позволяет говорить о явном растущем тренде на американском рынке труда и верить в то, что этот сектор будет способствовать росту потребительской активности и тащить экономику вверх. В общем, рынок труда нас продолжает радовать. Лучший тренд восстановительный с 70-го года. Я думаю, что должен произойти какой-то просто немыслимый нонсенс, чтобы мы спустя, пусть месяц, несколько стали говорить бы о более худших показателях по рынку труда. Индекс цен производителей, возможно, еще более важный релиз, потому что индекс цен производителей – это одна из компонентов общего показателя инфляции. В частности, здесь позитивная статистика, потому что индекс цен производителей вырос в годовом выражении до 2%, в месячном прибавилось всего 0,1%. Хороший сигнал, потому что сегодня у нас уже основной показатель по инфляции, но на основании роста таких компонентов мы смело можем рассчитывать на то, что общий показатель индекса тренде национальных цен тоже должен вырасти и, разумеется, привести к соответствующему параллельному росту индекса американских отражений с подоходностью и самого доллара вдоль всего спектра финансовых активов. В данном случае мы рассматриваем доллар против японской иены. Друзья, я еще хочу отметить то, что заявки на посолье по безработице являются еще одним доказательством того, что американский рынок реально близок к максимальной занятости. Вот если мы сейчас помним показатель по безработице, он находится сейчас на минимальном значении, по-моему, за последние 16-18 лет. То есть, понятное дело, что у нас рекордные показатели сейчас. Если на рынке сокращаются свободные трудовые ресурсы, значит промышленные компании, значит те, кто заинтересован в рабочей силе, предприниматели, они должны конкурировать за каждого потенциального работника. Ну, каким образом? Я уже проводил эти параллели. Надеюсь, те, кто внимательно следит за брифингами, не пропускают их, знают. То, что самый лучший способ конкурировать между собой – это повышать заработные платы. Предлагают все более лучшие условия трудоустройства. Поэтому, если мы будем и дальше, когда у нас выходит ежемесячная статистика по Non-Farm Queryls, в прошлый раз, вы помните, она нас не подвела, не разочаровала. Действительно, заработные платы продолжают расти. Рост заработных плат является потенциальным предвосхищающим фактором более высоких показателей потребительской активности. А рост потребительской активности, он и толкает инфляцию. Вот почему в ходе своего выступления, что двумя днями ранее, что вчера в ходе своего выступления в Конгрессе, Джанет Йеллен четко отметила то, что ФРС, безусловно, следит за тем, что происходит на рынке инфляции, следит за этим показателем, но не видит какого-то исключительно плохого знака в том, что сейчас прослеживается тренд снижения, поскольку продолжает верить в то, что рынок труда является одной из характеристик, прогрессирующий рынок труда всей американской экономики. И скромные показатели экономического восстановления конца прошлого года и начала этого будут нивелироваться, подавляться более высокими показателями активности домохозяйств, которые станут отражением того самого позитивного фактора, который отметят. То есть ситуация с инфляцией слабыми значениями, она временна. И Джанет Йеллен в ходе своего вчерашнего выступления снова подтвердила ожидание достигнуть 2% показателя в перспективе ближайшего года. И, между прочим, Джанет Йеллен делает очень большую ставку на базовые значения инфляции потребительских цен, то есть как раз на здоровую потребительскую активность. Они ищут помощи, поддержки и потенциальном росте цен на них. Это тоже важный момент. Сегодня, друзья, если мы посмотрим на прогнозы по двум отчетам по инфляции по ручным продажам, нас ждут хорошие цифры. Поэтому я предлагаю все-таки допустить то, что расчеты экспертов, которые и дают эту медианную оценку, были верны. Я присоединяюсь к позиции того, что мы увидим хорошие данные и надеюсь то, что доллар сегодня против иены сможет получить достаточный импульс, чтобы закрепиться выше 114 иен против доллара. Европейская валюта против американцев снижается. Здесь у нас тема уже пустила корни. Это тема потенциальной нормализации денежно-кредитной политики. Соответственно, как только на рынке появляются какие-то новые сообщения о том, что либо будет, либо не будет, евро начинает ходить. Если евро у нас еще раз снизился, значит, нужно поискать причины в какой-то риторике дополнительной о пользу того, что ЕЦБ не будет торопиться с выходом из агрессивных экономических стимулов. Какие, в принципе, они были. Я не помню фамилию представителя ЕЦБ, поскольку первый раз, в принципе, видел такое публичное выступление, но в нем, точнее, была использована проведена то, что ЕЦБ сохранит в неизменной редакции действующую программу количественного смягчения еще как минимум три года. Ну, особо, конечно же, признаем, на рынок эти комментарии особого влияния не оказали. Ну, это все равно хоть что-то, скажем, на безновостном для Европы фоне. Что касается отчетов, индекс потребительских цен по Германии, здесь все в соответствии с ожиданиями 1,6% в годовом упражнении, на целых 0,2% в месячном. И на эту статистику, собственно, трейдеры также не обратили особого внимания. Значит, друзья, я предлагаю нам уже готовиться к следующей неделе, в понедельник, у нас данные по инфляции еврозоны в целом. Вот очередное снижение индекса по этому показателю может стать очень серьезным катализатором для коррекционной динамики евро. Плюс ко всему, на следующей неделе у нас заседание Европейского центрального банка снова с пересмотром процентных ставок и с пресс-конференцией Драги. И в августе у нас Драги еще будет выступать в Джексон Холли. И это мероприятие, этот экономический, скажем, симпозиум, он знаменит тем, что за последние, опять же, 5-6 лет, когда мы возвращаемся к нему, мы знаем то, что представители регуляторов едут туда, чтобы анонсировать реальные планы того, что может произойти с монетарной политикой. Поэтому, если мы в июле не получим сигналов и не сможем найти в каких-то сопутствующих комментариях о том, что будет с политикой Европейского центрального банка, мы найдем поддержку именно для четкого понимания, что произойдет из программы количественного смещения и со ставками чуть позже, в августе. Но я уже рекомендую ставить на снижение европейской валюты. И евро находится в состоянии явной перекупленности. И оправдать дальнейшее ралли будет очень трудно, если вообще возможно. Фонд вчера снова подрос. Не хочет он никак снижаться, даже несмотря на тот фундаментальный фонд, который сложился. Я не буду повторяться, почему фонд нужно продавать. Надеюсь, что вы и без меня прекрасно это знаете. Приходится милиции с тем, что фунт не ведет себя так, как нам сейчас хочется. Но фунт очень волатильный и подвижный инструмент. Поэтому он может сопротивляться в течение длительного времени, а потом провалиться на 150-200 пунктов. И все объяснят это тем, что такое движение было ожидаемо и предсказуемо. Друзья, нужно определиться, как торговать фунтом дальше. Если вас интересует, опять же, мой подход к трейдингу этой валютной пары фунтом против доллара, это, конечно же, сел. А вчерашний ралли я могу объяснить с комментарием Маккаферта, который традиционно жесткий представитель Банка Англии, который снова отмечает целесообразность повышения процентной ставки. Пока что у нас два представителя из восьми голосующих членов Банка Англии, кто будет голосовать за повышение процентной ставки. Это недостаточно, чтобы пролоббировать идею реальных изменений монетарной политики. Не нужно настраиваться на то, что Банк Англии подхватит тенденцию ФРС и Банка Канады. У Банка Англии свои проблемы выше крыши и проблем куда более серьезных, чем вообще можно найти для ФРС и для Канады. И все вы понимаете, о чем идет речь. Австралийцы и Новозеландия вчера также показали очень серьезное восходящее движение. Сейчас пара австралийцев против доллара торгуются на отметке 0,7738. Сопротивление мы с вами 0,7750 уже неоднократно тестировали. Населенных у австралийцев не было. Недостаточно было, чтобы оказаться выше. Я думаю, что и сейчас текущие попытки не заведут пару выше. Ролл вчерашний можно объяснить с очень хорошими данными по торговому балансу Китая. Китай – это важнейший торговый партнер для Австралии, для Новой Зеландии. Действительно, данный очень хороший экспорт вырос на 11,3%, импорт на 17,2%. Такие нереальные цифры, особенно если сравнивать их с развитыми рынками. Но цифры есть цифры, на них трейдеры отреагировали. Больше позитива на финансовых площадках для Австралийца и Новозеландца нет. Поэтому нужно фокусировать свое внимание сейчас на том, что происходит с долларом, потому что доллар останется определяющим торговым активом. Так, по золоту мы немножко откатились. Точнее, 1216,5 долларов за тройскую унцию сейчас дают за один контракт. У нас по-прежнему целью является 1200 долларов за тройскую унцию. Сегодня, друзья, если доллар покажет восходящее движение, как следствие сильных данных, мы сможем добраться до этой поддержки. Американский фондовый рынок уже вступил в сезон очередных отчетов. СНП тащит вверх банковский сектор 2445 пунктов. Ждем пробоя 1450. И будем уже, если вы и дальше, покупать американскую фондовую секцию. Тем более, что Dow Jones уже в ходе вчерашних торгов снова, по-моему, 24-й раз подряд в этом году переписал исторический максимум. Американская фондовая секция вдохновлена текущими макроэкономическими данными, потенциальными изменениями и верой, собственно, в реформы, которые должны быть обозначены администрацией Трампа до конца этого года. Не думаю, что что-то сейчас способно свернуть с тропы, собственно, покупателей этой секции, потому что был риск в виде высоких процентных ставок и ужесточения монетарной политики в рамках ФРС. Но мы это решение с вами пережили, и оно никак не повлияло на американский фондовый рынок. Поэтому давайте ждать 2450 по СНП и искать уровни для более долгосрочного и с, безусловно, бая и переписи новых исторических максимумов. Но как только мы доберемся к этой планке, я еще раз обращу ваше внимание на происходящее. Друзья, из важных отчетов еще раз повторяюсь, в 15.30 сегодня ждем сразу. В одно и то же время будут публикованы розницы, розничные продажи и данные по инфляции. Ждем поддержки для доллара, ждем коррекции рисковых инструментов и ждем, что под конец недели снова лидирующая позиция на рынке нефти будет принадлежать «Медведям». Но мы сможем оказаться ниже поддержки 48 долларов за баррель. Собственно, на этом все. Хороших вам выходных, друзья. В понедельник снова увидимся в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ и традиционно в понедельник состоится еще и вебинар про недельник в 16.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...